Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Андрей Чуев рапортовал о начале стройки века. Теперь он каждый день будет отчитываться, выкладывать информацию о производимых работах. Андрей пытается наладить отношения с будущей тещей Татьяной Владимировной Африкантовой. «Жить обидами – удел неудачников», написал Чуев. «Теща моя любимая, мы снова вместе. Наша семейка в сборе, и больше никто не сможет нас разлучить. Теперь будет все по-другому». Венцеслава Венгржановского судили за агрессию по отношению к Насте Иванькиной. Прокурором была Элла Трикубенко, Венчика посадили на двое суток. На дни рождения Вани Барзикова за него боролись две девушки – Майя Донцова и Аня Малько. В итоге Майя его соблазнила, он провел с девушкой ночь, но строить отношения с бывшей все равно не собирается. Богдан Бобрик на этой вечеринке тоже отличился. Он выпил лишнего и признался, что хочет Сашу Харитонову. Настя Волынец, девушка Бобрика пишет. «У нас опять в отношениях Харя. Вроде и веду себе идеально после изолятора, но все равно у него в голове она». Элла и Игорь Трикубенко снялись в новом проекте на ТНТ «Агенты 003». Проект уже идет в эфире. Это медицинское шоу, в котором зрителям доказывают, что современный темп жизни в мегаполисе можно выдержать и при этом вести здоровый образ жизни. Ведущая новостей Дома 2 Катя Жужа выложила фото свинчания с Олегом Винником на Сейшелах. «Мы это сделали втайне от всех», подписала снимок Катя. Влюбленных обвенчал католический священник. Как вы помните, избранник Кати потерял жену и детей в страшной авиакатастрофе. Поклонники осудили их за столь быструю свадьбу, ведь со времени трагедии не прошло и года. Стало известно, что на первой жене мужчина женился, потому что она была дочерью богатого человека. Сейчас, после свадьбы, Жужа сама содержит семью. Олег находится без работы. И, скорее всего, жениться он захотел, чтобы, как и в предыдущем браке, жить за счет других. Женя Перец, недавно покинувшая проект, поставила окончательную точку в отношениях с Лешей Пироговым. Она поняла, что парень ее обманул и не собирается за ней уходить. «У меня чувства действительно были и пока еще не остыли», пишет Женя. «Может, оно и к лучшему. Он никогда не будет меня винить в том, что когда-то из-за меня потерял проект и огромные перспективы развития его рэп-карьеры. Мне будет неприятно наблюдать, как он будет строить новые отношения, из-за этого придется не смотреть Дом-2». Стало известно, на каких условиях произошло примирение Ксении Бородиной и ее мужа Курбана. Курбан попросил прощения, Ксюша его простила, но окончательно еще не приняла. А сошлись они на условиях Бородиной и проектом «Звездограмм», который уже запущен, будет руководить именно она. Сниматься в проекте Ксюша согласна тоже, только на своих условиях. Также говорят, что подмосковный дом Курбан не купил, а снял. Но гордость не позволяет Ксении признаться в этом. Потепление между супругами произошло во время ее поездки в Турцию с дочками. Когда телеведущая прилетела на отдых, в стране начался военный переворот. Курбан волновался и встретил их в аэропорту по прилету в Москву. Затем Курбан стал приезжать к ним домой, оставаться на ночь и гулять с детьми. Также Ксения Бородина рассказала о характере своей младшей дочки Теоны. Малышка растет общительной, веселой и очень требовательной. Маруся в ее возрасте была поспокойнее, пишет Ксения. Старшая дочь у меня более серьезная девочка, вдумчивая, а Тея много смеется, очень улыбчивая. При этом она требовательная, не кричит и не плачет, но кряхтит и как бы говорит мне, хочу вот это и прямо сейчас. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.